Во второй главе первого послания апостола Павла Фессалоникийцам изображен идеальный труженик Божий. Если вникнуть в содержание этой главы, то мы обнаружим в ней все те качества, которыми должен обладать примерный служитель Христа. А в эту категорию, то есть служителя Христова, впадает каждое чадо Божие, ибо все мы призваны быть свидетелями нашему Господу. Для того Бог нас спас, чтобы мы Ему служили. Как сказано, вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Вот почему все в этой главе относится к каждому из нас, без исключения. В первом стихе второй главы Павел напоминает верующим в Фессалониках о том, что его вход к ним был небездейственный, то есть не тщетный, не напрасный. И почему он не был бесплодным? Почему приход силы Тимофея и Павла дал такие хорошие результаты? По той причине, что их пребывание в Фессалониках было по воле Божьей. Возлюбленное, вне всякого сомнения, наиважнейшее в жизни чада Божьего – это находиться в совершенной воле Божьей. Чтобы служение наше было угодное Богу, мы должны целиком, безоговорочно войти в сферу Его воли. Следующий фактор, который должен учитывать каждый верный следователь Христовый, мы обнаружим во втором стихе этой второй главы. Этот фактор входит в опыт и переживание каждого верного служителя Божьего. Его мы никак не сбежим. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора прочтем второй стих второй главы первого послания фессалоникийцам. Гласит он так. «Прежде пострадавший и бывший поруганный Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Какое богатство содержит в себе этот второй стих? К сожалению, однако, время позволит нам коснуться только одной истины, о которой учит этот стих, а именно неминуемость сопротивления и гонения на тех, которые хотят верно жить и служить своему Господу. В этом же послании, в третьей главе, в четвертом стихе, он напоминает им, говоря, «Как были у вас, предсказывали вам, что будем гонимы». Так в подлиннике. Так и случилось. И вы знаете. Так наставлял апостол Павел, утверждая последователей Христовых. Он увещевал их не только пребывать в вере, но поучал, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. Верующим Филиппах он пишет «Не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». И дальше «И сие», то есть страдание, поношение и гонение, от Бога, то есть позволено Богом, потому что вам дано, это дар Божий, не только веровать в Него, но и страдать за Него. Выходит, дорогие мои, что натиск врага составляет неотъемлемую часть дара спасения. «Вам дано веровать и вам дано страдать». В нашем тексте Павел ставит фессалоникийцев в известность о проищающем Филиппах, как он и сила там пострадали и были поруганы за истину местными властями. Ни власти, ни религиозные вожди не хотели, чтобы в их городе было предпринято какое-нибудь дело Божие. Это было характерно не только в прошлые времена, но и сегодня. И все же, несмотря на сильную вражескую оппозицию в Филиппах, была основана церковь. Сразу по прибытию Павла и силой в город Филиппы враг начал противодействовать этим верным служителям Божьим, возмущая против них народ. Арестовав их и волоча их по улицам города, публично их избивая, они были брошены, как самые опасные преступники, во внутреннюю тюремную камеру. Вы заметили, Павел не скрывал этих фактов, а говорил о них так, как они в действительности происходили. Он не сказал, что власти немножко там подразнили их или пошутили над ними, нет. Но он говорил, что мы пострадали и были поруганы в Филиппах, как вы знаете. Без суда они были публично унижены и оскорблены, несмотря на то, что они были римскими гражданами. Позже власти хотели заглушить эту историю и пытались тайным путем вывести их из города. Но Павел и Сила отказались идти, пока представители власти сами не явились в тюрьму, куда их посадили. Почему Павел информирует детей Божьих о преследованиях, которые он сам и другие переживали? Например, верующим в Коринфе Павел писал, «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении оскорби нашей, бывшей с нами Васи, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Почему напоминает Павел об этом? «Для того, дорогие мои, чтобы дети Божьи за них молились». Возлюбленные, когда мы слышим о преследовании наших братьев и сестер, о тех, которые томятся в лагерях и тюрмах и несут тяжелый крест за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, то недостаточно говорить, что, мол, все равно верующим суждено страдать. Нет, дорогие мои, мы должны за них молиться. Помните узников, говорит Слово Божие, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами, находитесь в теле. Да, нам суждено многими скорбями войти в Царствие Божие. Но в то же время мы обязаны не забывать молиться за тех, которые так страдают. Это один из парадоксов в жизни христианина. С одной стороны, Христос говорит, «Блаженны изгнаны за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». С другой стороны, мы призваны молиться за гонимых, за тех, которые в узах, чтобы Господь их избавил. Но как это понять? Во-первых, будем помнить, что всякое гонение или притеснение исходит от врага душ человеческих. Но в то же время Бог его допускает для нашего блага, и, как ни странно, и для большего успеха благовествования. С другой же стороны, мы не должны его искать, а молиться, чтобы Господь избавил нас от всякого рода искушения, спас нас от львиных челюстей, и чтобы Слово Господне эффективно распространялось и прославлялось. Поэтому церковь в колоссах Павел просит, молитесь о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Заметьте, как с самого начала, с момента обращения Павла, Господь говорит, «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». И действительно, после верного служения своему Господу и Спасителю, Павел мог сказать, «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле Моем». Какие же это были язвы? Слово «язвы», переведенное на русский язык, в греческом подлиннике произносится «стигмата». Если взять это слово в нашем русском переводе «язвы», то его можно понять совсем иначе, чем сказано в подлиннике. Слово «язва» в этом случае не означает какая-нибудь болезнь, но вернее ранение. Павел имеет в виду настоящие раны, которые он носил на своем теле. Употребляя это слово «стигмата», он дает понять, что эти раны имели для него и символическое значение. Это были не только шрамы от заживших ран. Называя их словом «стигмата», Павел, по-видимому, имел в виду то, что практиковалось в его времена. В Древнем мире ставилось клеймо на теле, как, например, рабов, преступников, солдат и других. На теле этих людей выжигали или делали нарез с целью указания на происхождение или принадлежность. Что хотел Павел сказать, указывая на язвы, которые он носил на своем теле? Во-первых, мне кажется, Павел этим хотел сказать, что он раб Иисуса Христа и потому принадлежит всецало Нему. В Ветхом Завете мы имеем пример, как клеймовался раб, желающий быть вечным рабом у Господина Своего. Если он говорил, «Люблю Господина Моего, не пойду на волю», то его приводили к судям и ставили к двери или косяку и прокалывал ему хозяин его ухо шилом, и он оставался рабом навсегда. Павел был таким рабом своего Господа. Это был его любимый титул – раб Иисуса Христа. Но в древние времена налагали клеймо также на тела воинов. Главная причина этого заключалась в том, чтобы показать лояльность воина своему главнокомандующему. Например, солдаты Александра Великого носили нарез буквы «А» на своих телах. И тут Павел как бы говорит, «Язвы Господа Иисуса на теле моем говорят, что моя лояльность и преданность принадлежат моему главнокомандующему, Господу Иисусу Христу». Поэтому он пишет Тимофею, «И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». А о себе он говорит, «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать и в Англии благодати Божией». Но заметьте дальше, что с одной стороны можно сказать, что он нес на себе и клеймо преступника ради Христа. Слушайте, что он говорит, «За благовествование мое я страдаю даже до уз, как злодей, как правонарушитель». Читая о миссионерских путешествиях апостола Павла, то приходится заключить, что он чаще ночевал в тюрмах, чем, скажем, в гостиницах. Везде его преследовали как преступника. В очах мира на нем была печать злоумышленника. Последние дни его жизни были в узах и, наконец, его казнили как уголовного преступника. Все это поношение, поругание и избиение оставили свои следы на теле этого верного служителя Божьего. Да, он мог сказать, «Я ношу удостоверение моей лояльности и полной отдачи моему Господу на теле моем. Я ношу язвы Господа Иисуса». О, как дорого стоил ему этот самоотверженный труд благовествования Евангелия Иисуса Христа. Да, он мог сказать, что исполнял свое посольство в узах. Меня Господь поставил проповедникам и апостолам и учителям язычников. И по сей причине я страдаю так. Но, добавляет он, я не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Если я должен хвалиться, говорит он, то буду хвалиться немощу моею, то есть язвами Господа Иисуса Христа, который ношу на теле моем. Что это говорит нам, возлюбленные? Пусть сам узник Павел скажет нам. Это его последние слова. В любой момент загремит замок в двери его карцера. И он пойдет на смертную казнь. Что он говорит? Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника его, пишет он Тимофею, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Были в то время и сегодня есть другого рода служители. Они тоже якобы служат Богу, но в действительности они угождают своему чреву. Они не носят на своем теле язвы Господа Иисуса, подобно Павлу. Да, их проповеди могут быть очень точны и красноречивы, но страданию они чужды. Они весьма ловки на спасение своей шкуры. За кафедрой они могут быть большими ораторами и героями, но за стан на поругании ради Христа они не идут. Не забудем, возлюбленные, что верная любовь Христу готова страдать за Него, да, положить душу свою за Иисуса. Не будем делать громкие заявления о нашей преданности и любви Господу, если мы боимся даже насмешки, не говоря уже о физических страданиях. Носим ли мы на себе язвы Господа Иисуса? Являемся ли мы Его рабами? Считаем ли мы честью и славой быть униженными и оскорбленными ради Иисуса Христа? Никогда не забудем, что настоящий христианин тот, который живет для Христа, а не для себя. Будем, дорогие мои, подобно первым христианам, которые радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Нет высшей чести, чем страдать за Того, Который положил жизнь за нас, чтобы мы имели жизнь вечную. Не будем страшиться носить на теле нашем верные клейма, говорящие, кому мы принадлежим. Пусть Дух Божий своим святым огнем зажжет глубоко в наших сердцах язвы Господа Спасителя. Пусть мир знает, что мы умерли для Него и живем для Иисуса. Это будет вернейший признак того, что мы воистину являемся служителями Божьими. Тогда и мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом, когда настанет момент нашей встречи с вечностью, ибо я уже становлю жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Можешь ли ты сказать, что ты готов? Если нет, обратись теперь к Господу, скажи Ему, Господи, ради страданий и смерти Христа спаси меня, воскреси меня к новой жизни, когда ты так обратишься к Нему, всем сердцем Он тебя спасет, да поможет тебе Господь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok